9 мая весь цивилизованный мир празднует годовщину победы над фашизмом. Наша страна и город-герой Одесса не исключение. Вот уже 76 лет наш народ имеет полное и законное право именовать себя народом-победителем, а мы, внуки и правнуки защитников и освободителей, наследниками Великой Победы. По давней традиции, благодарные одесситы несут в этот день цветы к воинским мемориалам. Отдать дань памяти и уважения героям Одессы пришел к памятнику неизвестному матросу и почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов вместе с коллективами Одесской юридической академии, Международного гуманитарного университета и Международной академической школы Одесса. Праздник со слезами на глазах, с цветами, словами благодарности, фотографиями героев, положивших здоровье и жизни за мирное небо над нами, одесситы с самого утра 9 мая направляются к воинским мемориалам. Наибольшее количество наших земляков на Аллее Славы у памятника неизвестному матросу. Это священное место для всех одесситов. Мемориальный комплекс был открыт 9 мая 1960 года в 15-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. А у его подножья в бронзовом венке дубовых листьев горит вечный огонь. Среди тех, кто отдает дань памяти героям-победителям и почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов вместе с коллективами возглавляемых им учебных заведений. Великая Отечественная война принадлежит к числу наиболее трагических и одновременно героических страниц нашей истории, убежден Сергей Кивалов. Будучи народным депутатом Украины нескольких созывов, политик с командой проделал огромную работу и инициировал широкомасштабную акцию «Мы защитим ваш праздник», чтобы не допустить забвения и недостойного отношения ко Дню Победы. Некоторые неблагодарные и необразованные современники пытаются переписать историю, меняя даты, названия, символы традиции. Уже пытались, вы знаете, несколько лет назад упразднить этот праздник, сказать, что этого праздника не было, не получится. Я благодарен Одесситам за поддержку. Мы тогда собрали более 100 тысяч подписей в поддержку этого праздника. Я думаю, что и достаточно тех людей, которые помнят и знают о тех подвигах Великой Отечественной войны, они не позволят вычеркнуть этот праздник из памяти наших людей, а особенно Одесситам. Дорогие Одесситы, я искренне поздравляю вас с этим праздником, Днем Победы. Пусть вы будете здоровы и счастливы. Пусть в ваших семьях, в ваших домах будет тепло, уют, достаток. И пусть вас хранит Господь на многие-многие годы. В 76 лет прошло с победного мая 1945 года. Очевидцы, а их, к сожалению, с каждым годом все меньше, вспоминают, какой радостью был охвачен наш город в тот уже далекий весенний день. Как цветами встречали одесситы воинов-освободителей. Сегодня заслуженные люди нашего города и страны с горечью большой обиды реагируют на резкую смену вектора отношения к победителям. Вчера бесспорные герои, сегодня – оккупанты. Я встретил День Победы, это огромнейший праздник, но слезами на глазах. Отец мой провоевал три года. 41, 42 и 31 декабря 43 года погиб. Не дошел домой ровно три месяца. Вы видите, как сейчас жульничают исторически. Питаются историю перевернуть, неправду показать. А ведь победа досталась всему героическому народу Советского Союза. Мы сейчас живем, в школьных учебниках ничего нет. Откуда? Сейчас ученики знают историю. Откуда? История покалечена. История не одной. История остается годами, сотнями лет. Я в Германии был, и там история, да. Все памятники, все как немцы следят за памятниками. Как они их поливают, как они подстригают, все. А у нас в Западной Украине ни одного памятника советскому нет. Я хочу весь город наш поздравить с праздником. То, что мне пришлось в детстве. Это я такой страх прошла, что и камеры смертников, и заложникам, и детский дом, и подопытный кролик. Это все мне такое досталось. Слава Богу, я просто чудом осталась живая. Так что, кто, как не я, могу всех поздравить с праздником. И пусть никогда не вернется этот фашизм. Мы должны до конца держать свое гордое слово «Одессит». Фотография моего деда, Горбаченко Василия Григорьевича. Он был разведчиком, прошел всю войну, и его отравили буквально 8 мая в Вене, в Австрии. Я считаю, что очень важно чтить традиции, праздновать победу в Великой Отечественной войне. Наши деды сражались с фашизмом, одержали победу. Мы должны помнить это и должны этим гордиться. Стоит признать, молодое поколение в большинстве своем недостаточно осведомлено о фактах зверств фашизма, о том, что творилось на нашей земле в годы войны и какой ценой было завоевано счастье жить в свободном мире. Пропасть невежества может только шириться. Уроки патриотического воспитания с участием живых свидетелей истории уходят постепенно в прошлое. Не каждому воину Красной Армии под силу добраться в учебные заведения, пообщаться с молодежью. К счастью, еще остались и в наше время вузы и школы, в которых воспоминания о Великой Отечественной войне не попадают ни под какие табу. Это великий подвиг нашего народа. И плохо, когда некоторые говорят примирение, примирение, примирение. Нету примирения, есть победа. Потому что тогда на Советский Союз напала Чехия, Польша, Венгрия, Болгария, Германия. И поэтому примиряться не с кем. Поэтому это победа наших отцов и дедов. Мы наследники этой победы. Мы служили честно, браво. И поэтому мне рады, что сегодня опять одесситы пришли. Что пришла юридическая академия Вогови Сергея Васильевича Гривова. Одесса – святой город. Мы должны это праздновать и должны это помнить. Мы, конечно же, помним о них. И, наверное, будем передавать это все дальше по инстанции нашим детям, нашим внукам. Воспитывать их в духе памяти, в духе патриотизма. Погибли мои родственники. Очень много односельчан наших тогда ушло на войну. Мама мне про нее рассказывала. Я про войну написала книгу «Молитва за победу. Церковь в Великой Отечественной войне». Пропустила через себя очень много информации. До конца своих дней буду чтить этот день. В этот майский день отдают дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной и студенты Одесской юракадемии и Международного гуманитарного университета. В вузах с большим вниманием относятся к воспитанию духа патриотизма и любви к истории, подчеркивая, что для них никто не забыт и ничто не забыто. Студенты Национального университета Одесской юридической академии совместно с президентом нашей родной академии пришли сегодня в этот светлый день на Аллею Славы к памятнику неизвестному матросу возложить цветы. Одесская молодежь помнит и чтит весь вклад, который сделали ветераны для нашего светлого будущего. Я думаю, что это праздник, который не нужно рассказывать, что это за праздник. Он в сердце у каждого из нас. А пришла я сегодня сюда со своими коллегами. Это добрая традиция, которую мы поддерживаем уже который год. И считаем, что это необходимо прийти, почтить память наших предков. Я считаю, что обязательством абсолютно каждого гражданина есть память и знать героев, которые сделали подвиг для нашей страны, для того, чтобы мы сейчас жили в мире. Сегодня день великой победы, Великая Отечественная война. Для моей семьи он очень важен, потому что мы участвовали в трудовом фронте, воевали на трудовом фронте. Это великий праздник, потому что мы живы, потому что тогда победили. Вместе с коллективами и студентами университетов к памятнику неизвестному Моторосу пришли преподаватели и руководство Международной академической школы Одесса. Рассказывать о подвиге прадедов нужно с ранних лет, убеждены в школе будущего. Современные учебники истории, мягко говоря, несколько иначе могут трактовать события, произошедшие на нашей земле в 40-е годы 20-го века. Сегодня один из самых светлых и важных праздников. И в такой торжественный день коллектив Международной академической школы Одесса с учащимися нашими родителями пришли на Аллею Славы, чтобы возложить цветы и почтить память наших героев, тех, кто отдал свою жизнь за мирное небо, за наше будущее, за своих детей. Уже 1 мая 1945 года в приказе Верховного главнокомандующего Одесса в числе первых была объявлена городом-героем. Подвиг защитников нашего города был высоко оценен. В 1942 году была учреждена медаль за оборону Одессы, которой награждено свыше 30 тысяч человек. 14 воинам присвоили звание Героя Советского Союза. Всего в годы Великой Отечественной звание Героя Советского Союза получили 36 уроженцев Одессы. Еще шла война, а герои-одесситы были удостоены высших правительственных наград. Все они должны остаться в нашей памяти. Хочется сказать огромнейшее спасибо за труд, за подвиг, за то, что живем мы в мирное время. И это огромнейшая заслуга наших ветеранов. Спасибо вам огромное за то, что мы живем в это время, за то, что мы видим мир. И дай Бог, чтобы в этом мире никогда не было войны. Победа нашему народу далась огромной, страшной ценой. С кровавых фронтов не вернулись будущие ученые и инженеры-конструкторы, талантливые педагоги и врачи, титулованные спортсмены и люди творчества. Наш долг помнить о всех, ковавших победу над нацизмом, не только раз в году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!